Добрый день, господа. Благодарю за участие. Подводим итоги предыдущего дня. Итак, рекомендация нашей технической команды была связана с покупкой декабрьского фьючерса на золото на московской бирже. И рекомендация была покупать по цене 1273.30. Закрытие позиций произошло выше на почти 2 доллара или 0,16% ставка сработала. Таким образом, доходность есть. Фундаментальный эксперт, в свою очередь, рекомендовал нам покупку валютной пары доллар-канадский доллар. И здесь от уровня 1.3083. Но вот закрытие произошло несколько ниже. Просадка составила бы 0,14%. Рекомендация себя не оправдала. Поэтому победный балл за вчерашний день у нас уходит в команду технического анализа. 2-0 пока ведут техники именно на этой неделе. Но глобально с начала текущего года у нас продолжается лидерство фундаментальных экспертов с существенным отрывом 120.99. И вот мы уже практически подходим к трехзначной цифре счета и по команде технического анализа. Сегодняшний день будет, можно сказать, решающим. Игорь, сохраняем ли мы вашу рекомендацию или золото уже не имеет существенного потенциала с вашей точки зрения? Спасибо за ваши вопросы. Нет, ничего не сохраняем по нашей традиции. И если вы обратили внимание, я строго следую этим правилам. Торгую только в моменте и никогда не жадничаю. Вчерашний тейк профит 2 доллара. Мне много сегодня утром писали и говорили, что можно было поставить гораздо больше. Но еще раз хочу напомнить, стабильная, как можно менее рисковая торговля. Жадность трейдера, чтобы не сгубила. Основа успеха, да. Согласен, жадность не должна нас сгубить. А как-то будет корректироваться, ну, предположим, если бы вы не делали ставку именно на один краткосрочный день, то сегодняшнее заседание Европейского центрального банка подкорректировало бы ваши рекомендации по золоту? Вы знаете, это надо серьезно посмотреть на предыдущий случай поведения золота на решение ЕЦБ. Я такой специальный анализ не делал, потому что в основном, конечно, на ЕЦБ торгуем евро-долларом. И вот это тема сегодняшнего дня. Артем, у вас была ставка на Канаду, на Банк Канады. Что произошло там важного? И, опять же, как ваша рекомендация вчерашнего дня была бы зависима от Европейского центрального банка? Спасибо за вопрос. Действительно, вчера сессия, которую мы наблюдали, была крайне парадоксальной. Я уже было подумал, что это происки Игоря, потому что он обещал отомстить за отчет по АПИ. Потому что все, что мы услышали от Банка Канады, это исключительно мягкий подтекст, который создал возможности для снижения процентных ставок, пересмотрел параллельные прогнозы по экономическому росту, обосновал все это просто катастрофой, которая сейчас наблюдается с показателями экспорта. И то, что канадец отреагировал на такие комментарии ростом, было, конечно, крайне удивительно. И еще было крайне удивительно наблюдать, как спустя полчаса, когда вышел отчет по запасам нефти, нефть получила серьезный импульс, мы, напротив, увидели обвал канадской валюты. То есть это нетипичная ситуация была? Это абсолютно нетипичная ситуация. Как ее можно объяснить? Вы для себя ее как объясняете? Очень трудно. Сейчас не хочу строить предположения, просто радует тот момент, что все-таки логика восторжествовала, и пара USDCAD сейчас движется к более высоким ценовым горизонтам. В частности, если бы получилось мне поставить стоп-лосс пониже тех значений, которые были, то сейчас мы бы уже были в хорошем профите. Те, кто находятся в длинной сделке сейчас, возвращаясь опять же к вашему вопросу, это правильный подход, потому что явно пара будет дальше расти, потому что потенциал от вчерашнего Банка Канады серьезный, его надо отыгрывать. Но предлагаю уже заслушать сегодняшние рекомендации, а потом перейти к Европейскому Центральному Банку и все с ним связанное. Итак, начинает у нас по традиции команда технического анализа. Игорь, пожалуйста, ваши две минуты. Спасибо, Елена. Добрый день, друзья. Я немного волнуюсь, поскольку наша задача сегодня прорвать, выйти из зоны двух цифр в три цифры. И войти в историю нашей команды. Победу мы должны сегодня одержать. И я предлагаю сделать это следующим образом. Утром сегодня я прислал ставку на продажу, на открытии обыкновенной акции по Уралкалий, тикер на московской бирже Урка. Идея предельно простая. По дневному графику мы видим такой явный намек на то, что движение с текущих, со вчерашнего закрытия 168 рублей за акцию должно снизиться. Это цена до 161 рубля за акцию, поскольку там начинается сильная поддержка. Именно это я и сделал. И сегодня утром, буквально перед выездом на передачу, трейдер Екатерина Вишнева прислала мне еще один аргумент, почему, в общем-то, мы приняли правильное решение. Она прислала мне новость Уралкалия о том, что совет директоров по Уралкалии определил цену выкупа акций у миноритарных акционеров по цене 161 рубль 15 копеек. То есть, получается... Продолжение вчерашней нашей темы обсуждения. То есть, получается, совет директоров Уралкалии тоже внимательно следит за новостями технического анализа, поскольку 161 прозвучало и там, и там. Более того, хочу обратить ваше внимание. Внеочередное собрание акционеров, которое состоится после этого решения совета директоров, не быстро, но достаточно скоро, в течение месяца-двух обычно проходит, оно может понизить эту ставку. То есть, 161 – это еще не предел. Но в целях сегодняшней торговли я поставил тейк-профит 165 рублей 40 копеек, стоп-лосс не поставил. И от текущего уровня? Да, нет, на открытии. Я купил на открытии. На открытии понятно, но сейчас зрители, которые смотрят нашу программу, чтобы могли реплицировать ваши действия, соответственно, будем ли мы по текущей стоимости? Если они хотят купить по текущей, я считаю, вполне возможно. Хорошо, спасибо. Ну, действительно, технические эксперты слов на ветер не бросают. Вчера обсуждали как раз «Уралкали» и принудительный байбэк. Две команды сошлись во мнении, что это негативная новость и нужно продавать. И вот сегодня как раз эксперт команды технического анализа реализовал эту идею. Ну, посмотрим, что приготовила для нас фундаментальная команда. Артем, пожалуйста, ваши две минуты. Здравствуйте, уважаемые трейдеры. Сегодня по старинке хочу предложить поторговать волатильностью и приурочить сделку к очень важному событию, который на повестке сегодняшнего дня. Конечно же, заседание Европейского Центрального Банка. Вот буквально совсем скоро, в 14.45, нас ждет пересмотр ключевых параметров денежных ритм и политики. И спустя 45 минут после этого состоится пресс-конференция председателя ЦБ Марио Драги. Если говорить про конкретные изменения, что мы можем увидеть? То, что ставки изменятся, это вряд ли. Я думаю, что вероятность этого равна нулю процентов. Однако традиционно куда больше интерес будет прикован к тому, что скажет Драги. Разумеется, есть конкретная речь, которую он произнесет, но будет еще множество и кайверзных вопросов со стороны аудитории. И эти наверняка кайверзные вопросы будут направлены на перспективы денежно-кредитной политики. Что может произойти? Изменят ли действующую программу количественного смягчения? Напомню, что ее объемы сейчас составляют 80 миллиардов евро в месяц. Я думаю, что нет. Даже абсолютно в этом уверен. А вот что касается сроков действия этой программы, вот они как раз могут быть пересмотрены, к примеру, на полгода вперед. То есть с марта 2017 года, получается, по сентябрь. Может быть, также услышать комментарии по поводу того, что вот этих беспрецедентных экономических стимулов вполне достаточно, чтобы надеяться на более стабильные показатели экономического восстановления. И, наверное, фраза-крише традиционной Драги. То, что при необходимости могут быть использованы различного рода дополнительные инструменты. Как торговать с этим? Поскольку ничего нового мы, скорее всего, не услышим, если будут менять программу QI, то, скорее всего, на заключительном заседании этого года, то есть в декабре. Поэтому сегодня я считаю то, что до заседания пары евро-доллар можно скорректироваться немножко, хотя бы в район 1,0950. А уже вот оттуда можно будет поставить на рост этого дуэта валютных активов, к примеру, с целью 1,1060. И ограничиваемые риски мы где? 1,08. Спасибо. Рекомендация нашей фундаментальной команды. Давайте в продолжении тогда, Артем, поговорим о том, насколько ситуация с Deutsche Bank может повлиять на решение Европейского центрального банка. Ведь это один из поводов для того, чтобы ЕЦБ придерживался своей такой мягкой, стимулирующей, видимо, политики. Да, Deutsche Bank это настоящий кризисный момент для всего банковского сектора еврозоны. Сейчас в последнее время, вот вроде бы как история уже поутихла, но проблема не решена. Мы знаем то, что ИСК просто колоссальный. Минюст слова на ветер не бросает США. Если они взялись как следует за этот Deutsche Bank, значит им придется отвечать по обязательству. Можно, конечно же, говорить о том, что сумма будет в конечном счете меньше, потому что 14 миллиардов это просто баснословная сумма. Но в любом случае речь идет о серьезном обязательстве. Я думаю, что оно в какой-то прекрасный момент времени, в ближайшее время, может негативным образом сказаться на стоимости активов этого банка. Даже несмотря на то, что Deutsche Bank постоянно заявляет о том, что у них достаточно ликвидности, чтобы исполнить это обязательство. А стоит ли сейчас входить в бумаги Deutsche Bank, например, в короткую позицию вставать? Я считаю, что стоит, особенно стоит сейчас, потому что как только история немножко подзамялась, скажем, мы увидели, как котировки Deutsche вернулись к тем уровням, с которых и началось обвальное падение после того, как эта история у всех на слуху возникла. Поэтому текущие котировки, я считаю, что очень привлекательны, чтобы занять, опять же, короткую позицию и снова дождаться, пока история с ИСКом выйдет на все первые полосы СМИ. Игорь, а вы согласны? Вы знаете, Лена, два момента. Во-первых, история с ИСКом – это, наверное, одна сотая доля проблем Deutsche Bank. Потому что там деривативов выпущено на какое-то немереное количество триллионов долларов. Толком даже никто посчитать не может. Поэтому, если вот это начнут, так сказать... То это грозит обвалом вообще европейской банковской системы. Потому что это сравнимо с ВВП всего мира с годовым. Но, с другой стороны, я был в Deutsche Bank в командировке в октябре 2008 года, после Лемон Бразер, когда все падало, все рушилось. И мы ехали туда с моим коллегой, думаем, слушай, там офис-то вообще стоит или нет. Мы приехали туда, нас привели в шикарный ресторан, мы хорошо посидели. И в конце я спросил, слушай, а как же кризис? Ну, последовал классический ответ. Кризис не слышал. Поэтому я вас уверяю, те, кто сейчас в Deutsche Bank... Но это тогда они не слышали, потому что не у них под боком грохнуло. А теперь уже касается именно непосредственно самого Deutsche Bank. У них тогда тоже была проблема. Но они говорят, их общий подход, если уже, так сказать, совершенно серьезно, что это мы слишком, we're too big to fail, мы слишком большие, слишком много значим для Европы. Все равно спасут, и я не сомневаюсь... То есть шортить в Deutsche Bank вы не рекомендуете? Да, абсолютно. Сейчас та же позиция, то же отношение шортить вот сейчас уже я бы не стал точно. А что бы вы стали делать в преломлении, в ожидании, скажем, заседания Европейского центрального банка? Какие интересные идеи? Или после сразу? Вы знаете, думаю, что здесь общий подход, он, конечно, у нас все ответы в графике, поэтому мы видим, что сейчас цена евро-доллара ударила в очень сильную поддержку 1,0950. Это было только в июле этого года. И, на мой взгляд, если удастся достаточно быстро пробить 1,10 наверх, то 1,12 мы увидим в течение нескольких недель практически гарантированно. Артем, вы сказали о том, что, скорее всего, не изменятся объемы, возможно, изменятся только сроки вот этих выкуповых облигаций. Но ведь Европейский центральный банк уже сигнализировал о том, что существует нехватка облигаций и долговых инструментов. Как вы на это смотрите? Есть риск того, что изменят по этой причине? Вы имеете в виду, изменят лимиты покупки активов? Я считаю, что нет. 80 миллиардов – это та сумма, которая пока себя оправдывает. По крайней мере, если цепляться за ту цель, которую они руководствуют, то есть поднять инфляцию. По крайней мере, сейчас инфляция растет, реально. И нет никаких прецедентов из-за ухудшения экономической конъюнтуры, чтобы пересматривать такие важные параметры, как параметры программы количественного смягчения. Думаю, что менять не будут. Спасибо большое. Итак, напомню, уважаемые телезрители, свои вопросы, комментарии вы можете направлять нам на адрес электронной почты battle.rbctv.ru И в конце текущей недели на странице телеканала РБК ВКонтакте голосовать за то, кто из наших экспертов выглядел убедительнее на текущей неделе. Это либо представитель технической команды Игорь Суздальцев, генеральный директор ИКТ Менеджмент, либо представитель фундаментальной команды Артем Деев, ведущий аналитик инвестиционной компании Амаркетс. И напомню, что сейчас счет все-таки в пользу технической команды на текущей неделе, но глобально лидирует фундаменталисты со счетом 120-99. С вами была программа «Рынки позиций». Елена Крупова, не переключайтесь, все вам доброго.